вот тебе и секретные материалы моря, о котором никто даже и не знает. Ужас, что от нас скрывает. Тайна теперь раскрыта точно. Всем привет, друзья и подписчики! Вы на канале Тайный Налог, но сегодня хочу вам рассказать много чего интересного. А самое главное, вы узнаете много секретных материалов. С чего начнем и с того закончим. Ну а вы не забудьте подписаться или оставить комментарии, ибо то, что вы сейчас узнаете, вы даже не поверите мне. За последнее время множество российских и советских инженеров на то время и сейчас разрабатывали очень уникальные вооружения. Вы это все знаете. Но сейчас эти доработки стали имена инженеры России. Как это все происходило и что за этим стоит, мы с вами сейчас разберемся. Множество очевидцев считает, что военные скрывают сверхсекретные материалы. Это не первый случай. Например, они думают, что есть множество технологий, которые именно за границей считают другие политологи. Что на самом деле мы видим? Во-первых, множество наших людей, которые видят наш интересный канал, они думают, что это все-таки какой-то фантастический фильм. Всякие необычные вооружения, технологии, летающие объекты и даже, друзья, нападение на военную технику. Но никто не знает, что эта технология может быть разная. Вот, например, один из этих. Что вы здесь видите? Давайте вместе с вами увидим. Друзья, это необычный перехват или как его можно сказать, объяснить? Это сопровождение. Значит, что это вообще такое? Запуск секретного вооружения. Спутник. Да, такой же необычный, как и Илон Маска. Но суть в том, что у этого орудия есть своя функция. Все, наверное, смотрели фантастические фильмы, лазерные пушки, нападение на каких-то там людей именно с объектами НЛО. И здесь происходит лазерный луч. Все знают, что такое лазер. Но здесь, друзья, происходит уникальный момент. Он может летать в космосе. И не только. Его высота автономна. То есть он определяется именно компьютером, а именно искусственным интеллектом. Конечно, есть множество догадок о том, что это фейк, и неправда. Поэтому множество наших любознательных очевидцев считают все это как-то спонтанно. Ведь множество видеосюжетов реально уже могут напугать. Но к чему я это вам рассказываю? Чтобы вы понимали ситуацию. Множество объектов, которые происходят, они происходят не спонтанно, а целенаправленно теми войсками, которые создают это оружие. Я хочу сказать много чего интересного. Кто-то поверит мне, а кто-то нет. Но технологии скрывают именно специальные люди. Но их создают для того, чтобы не, друзья, не нападать, а напугать. У кого больше научного прогресса в технологии, те люди или та страна будет выше всех. К тому это, друзья, не первый случай, который мы с вами сталкиваемся. Во-первых, такие технологии, которые сейчас мы видим, это просто спонтанно, странно и необычно. Видеосюжеты, которые называются нападение там на целые города или что-то нападение на технику. Ведь множество людей считают, что это все-таки прогрессивная ситуация, которая сейчас происходит. Технология, оружие там или что-то еще. Почему? Есть множество подразделений технологий, которые разделяются на множество интересных событий. Эти технологии могут быть разного назначения. Кто-то считает, что ракета, там самолеты, бомбы, там подводные лодки и так далее. Это другая технология. Они правильно думают. Но есть и сверхсекретная технология, как лазерные пушки, необычные летающие объекты или что-то наподобие. И еще создается супертанки, суперсамолеты, супер какие-то дроны и так далее. Но есть множество видеосюжетов, которые не могут люди просто как-то определить. То есть они могут видеть НЛО, но на самом деле это не НЛО. За последнее время стали появляться очень уникальные видеосюжеты. Посмотрите на этот необычный кадр. Часто думают, что это какая-то установка или что-то еще. Но на самом деле сравнивать ту иную ситуацию можно досконально. Ибо то, что мы сейчас с вами видим, это не первый случай. Технология, как называется прогресс нового поколения, создается для того, чтобы все это назначилось именно вперед. То есть прогрессивные ситуации, действия этой технологии направлены на сдержание. То есть лазерные пушки устанавливаются для того, чтобы остановить дроны, самолеты вражеские или кто-то еще. Поэтому множество технологий сейчас уходят именно в лазерную структуру. Почему создаются именно вооружения, именно лазерные? Меньше звуков, меньше взрывов, меньше вида. Но больше того, что может причинить это оружие, очень опасно. Поэтому множество наших подписчиков и хейтеров, конечно, наверное, думает иначе. Поэтому технологии, которые мы сейчас с вами видим, друзья, это не первый случай. Самый интересный момент это происходит дальше. А дальше я вам сейчас покажу то, что вы даже не поверите мне. Последний видеосюжет напугает всех вас. Здесь, друзья, никак объяснить, как показать. Перед вами, друзья, находится секретная зона, красная зона, где располагаются военные части. Здесь испытывают все новые и новые технологии. Но представьте, на самом деле, вы вышли просто случайно или просто заблудились в лесу и видите вот такую картину. Как вы думаете, что вы в первую очередь скажете своим мозгам? Правильно, друзья. Это НЛО. Но на самом деле, все это может даже и не быть НЛО. За последнее время все происходит досконально, секретно и необычно. Технологий очень много, вооружение просто зашкаливает. Для чего создается оружие? Для того, чтобы сбалансировать те границы, которые могут напасть на эту страну. Поэтому множество технологий сейчас уходит. Но правда ли на самом деле? А может это и реально был объект НЛО? Поэтому множество наших подписчиков и хейтеров всегда задают один и тот же вопрос. А вдруг это не оружие? А вдруг это не технология? А вдруг это вообще летающий объект, который имеет на вооружение нового поколения и странные необычные объекты? Конечно, наши любимые подписчики будут часто задавать эти вопросы. Я часто вам буду показывать. Не забывайте, друзья, ставить лайк, подписываться и комментировать эти необычные видеосюжеты. Субтитры создавал DimaTorzok